Здравствуйте! В этом уроке посмотрим, как проводить оплаты в UDS. Рассмотрим две механики. Проведение стандартной оплаты в UDS без интеграции с учетной системой через приложение UDS Kassir. И рассмотрим общую механику. И также рассмотрим, каким образом проводить интеграцию и каким образом там будет проводиться эта оплата. Для проведения оплаты необходимо создать сотрудника. Переходим в раздел «Сотрудники», в раздел «Кассиры». Нажмем на соответствующую кнопку и создадим кассира. Задаем имя кассира, его email. Email может быть не настоящим, он может быть выдуманным. Email будет всего лишь использоваться в качестве логина для авторизации. И задаем пароль. Также при создании кассира можно указать филиал, в котором работает данный кассир. Указание «Филиал» в дальнейшем помогает в том, чтобы операцию смотреть по филиалу. Сотрудника создали. Теперь необходимо открыть приложение «Кассира». Можно его открыть в веб-интерфейсе, на компьютере, например. Либо же скачать мобильное приложение UDS. Мобильное приложение есть на Android и iOS. Откроем веб-версию. Веб-версия открывается по ссылке c.uds.up. Можно посмотреть в левом нижнем углу ссылку. Здесь вводим логин и пароль, который мы указывали при создании кассира. И авторизовываемся в приложении. Для проведения оплаты необходимо, чтобы клиент продемонстрировал свой код клиента. Для этого он скачивает приложение UDS. И при открытии приложения там показывается шестизначный код. Либо же этот шестизначный код показывается при нажатии в пункт меню «Сердечко» посередине в мобильном приложении. Вот такой вот код. Давайте проведем первую оплату. Откроем приложение. Здесь указывается имя клиента. Указывается его статус. Указывается сколько бонусов есть у клиента. Вводим сумму счета. Допустим, что клиент совершил покупку на 1000 рублей. И здесь доступно к списанию 500 бонусов. То есть 50% отчета. Это мы настраивали в наших настройках программы лояльности. Допустим, что спишем с клиента 300 бонусов. Нажимаем кнопку «Продолжить». После этого операция происходит успешно. И, соответственно, у клиента списывается 300 бонусов. А на оставшуюся сумму, оплаченную деньгами, начисляется кэшбэк. То есть начисляются бонусы на следующую покупку. Размер бонусов начисляется в соответствии с настройками, которые мы задали по настройкам программы лояльности. После совершения операции у клиента открывается окно для оценки обслуживания. Где клиент ставит звездами свою оценку и, соответственно, может написать комментарий. А также он в этом окне может оставить чаевые. То есть если клиент выберет в пункте меню «Оставить чаевые да», то откроется окно, в которое с помощью Apple Pay или Google Pay клиент сможет указать сумму чаевых и с помощью Apple Pay и Google Pay оставить чаевые сотруднику. По поводу того, каким образом настраивать чаевые, мы это рассмотрим в следующих уроках. Возвращаемся снова в приложение «Кассира». Здесь в том числе можно проводить оплату и по номеру телефона. То есть если вдруг клиент торопится и ему некогда скачивать приложение, либо он его пока не желает скачивать, то можно указать номер клиента и соответственно провести оплату. Если указать номер клиента, то ему бонусы будут начисляться по номеру телефона. И в дальнейшем, когда клиент скачает приложение и зарегистрируется, указав номер телефона, то эти бонусы у него появятся сразу в мобильном приложении. Вернемся в консоль администратора. В разделе «Операции» мы можем посмотреть, какие операции прошли с UDS. Вот наша проведенная оплата со списанием 300 бонусов. Обратную связь можно посмотреть в соответствующем разделе «Обратная связь». Нажав на обратную связь, можно ответить на нее. И мы рекомендуем на каждую обратную связь отвечать. То есть если даже клиент оставил 5 звезд, то поблагодарить его за это и написать, например, о том, что вы его ждете снова. Если клиент же оставил меньше 5 звезд, 4 звезды, 3 звезды, то конечно же в этом случае стоит связаться с клиентом и уточнить, по какой причине он поставил более низкую оценку. Ответим клиенту. И это сообщение отправится клиенту в мобильное приложение UDS в раздел «Сообщения». Все сообщения можно посмотреть в соответствующем разделе. Всю переписку с клиентом. Когда на отзыв был оставлен ответ, этот отзыв помечается соответствующей галочкой с соответствующим маркером о том, что на отзыв ответили. Теперь рассмотрим случай, когда производится интеграция с учетной системой, чтобы кассир пользовался не отдельным приложением UDS-кассир, а работал с привычной учетной системой, с привычной кассой и там вводил код клиента. Для произведения интеграции необходимо перейти в пункт «Меню интеграция», найти в списке инструкции, инструкцию, подходящую для вашей учетной системы. Здесь написано название учетных систем. Например, «Айка», например, «Фронтол» и так далее. Также различные примеры интеграции 1С, скачать эту инструкцию из материалов и передать техническому специалисту для настройки. Если в дальнейшем возникнут вопросы по интеграции, то их всегда можно задать нашей технической поддержке. Контакты ее указаны справа наверху в разделе «Служба поддержки». Есть номер горячей линии и также есть email, на который можно задать вопросы. Также каждой компании в дальнейшем прикрепляется персональный менеджер и можно задавать вопросы в том числе и ему. В принципе, процесс проведения оплаты вместе с интеграцией, когда произведена интеграция UDS, абсолютно такой же. То есть клиент также показывает из мобильного приложения код клиента. Этот код клиента вводится в учетную систему. Там появляется дополнительная кнопка «Код клиента из UDS» или «Код UDS». В каждой учетной системе по-разному в интерфейсе это отображается, но принцип везде одинаков. То есть клиент показывает свой код. Этот код вводится в учетную систему в соответствующий пункт меню. Например, там вводится 6 цифр. В дальнейшем нажимается кнопка «Ок». В учетной системе в кассе отображается информация о клиенте, как его зовут, сколько у него бонусов есть, какой у него статус. В дальнейшем указывается, сколько бонусов списать и производится оплата. После произведения оплаты операция автоматически появляется и в UDS, и все происходит абсолютно то же самое. То есть у клиента открывается окно для обратной связи, и он ставит оценку за обслуживание и также может оставить чаевые, если данная функция настроена в UDS. Так что принцип везде сохраняется, вне зависимости, есть интеграция или ее нет. Принцип проведения оплаты везде одинаков. То, что клиенту нужно показать код и так далее. И кстати, проведение операции можно сделать и через консоль администратора. То есть в разделе операции есть кнопка провести операцию. Например, для того, чтобы сразу ознакомиться с тем, как это происходит и провести свою первую операцию. Здесь все то же самое, как и в приложении кассира. Можно ввести код клиента, можно ввести его номер телефона и провести первую свою операцию. На этом по операциям все. Спасибо! Продолжение следует...